Большинство смесителя оснащены вот такими недорогими аэраторами, которые якобы помогают экономить воду. В сегодняшнем видео с помощью нехитрых приспособлений я решил проверить это. Принцип работы аэратора основан на смешивании воды с воздухом. Вода разбивается на мелкие составляющие, проходя через первую сетку, захватывает воздух и уже якобы смешанное с воздухом проходит через вторую сетку. На этом и основан принцип экономии получить меньше воды и больше воздуха. Первый тест будет без аэратора. Открываем холодную воду и смотрим за сколько секунд набежит воду. Целое ведро воды. Засекаем до того момента, пока вода не начнет выливаться через край. Открыт на максимум. На максимум открыт кран наш. Минута и 3 секунды где-то у нас получилось. Минута и 3 секунды. Ну что, давайте проверять теперь с аэратором. Запускаем наш старт. Поехали. Напомню, минутой 3 секунды. То есть минус 1 секунда была. Без аэратора. Кран открыт тоже на максимум. Вот такая струя получается у нас. Прошло почти 40 секунд. Прошло почти 40 секунд. Прошло почти 40 секунд. Прошло почти. Пролилось. Примерно получилось то же самое у нас в пределах погрешности. В пределах погрешности где-то на минуте 0,4 я закрою. Лично мне такие доказательства вполне очевидны, разницы с наполнением емкости практически никакой нет, там плюс-минус 1-2 секунды, то есть в пределах погрешности заполняется 10 литров водой где-то за минуту 0,3-0,4 секунды, что с аэратором, что без аэратора. Так что по крайней мере этот стандартный аэратор, который идет в комплекте с большинством смесителей, я считаю он не работает, миф разоблачен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова